Очень внимательная и порядочная делегация посетила нашу компанию. Узнать, как работает уссурийское телевидение, прибыли суворовцы. Да не обычные, а заграничные. Эти парни первый год живут в местном училище наравне с детьми из России. «Сложно учиться?» «Очень». «А в чём сложность?» «Физкультура. Я английский». «А русский?» «Аранамана». Гости сразу заинтересовались тем, как рождается каждый сюжет. Внимательно слушали сотрудников Телемикса, следили за их работой и сами пробовали себя в роли корреспондентов. Например, прочитали небольшой материал про ярмарку в центре Узсурийска. «Можно найти продукты от местных производителей. Например, мед, сарибу, мед». А потом зашли в кабинет звукорежиссёра, где не сразу, но всё-таки осмелились записать свой голос, как настоящие дикторы. «Давай». «Сэм, привет! Меня зовут Петя. Мне 11 лет. Я живу в Лаосе». «Здравствуйте всем, мои дорогие друзья. Сегодня я иду... Как называется?» «Экскурсия?» «Экскурсия». «На телевидение?» «На телевидение. Мне очень нравится это». Это Ваня. Мальчик впервые своими глазами увидел, как создаётся то, что выходит на телевизионные экраны. И если бы не мечта стать большим военным начальником, тоже хотел бы так работать. Понравилось. «Как вы работали, как снимали с компьютером, ну как семья». Потом парни заглянули к монтажёрам, увидели рабочее место режиссёра эфира, дружно заняли студию, где записывается сразу несколько программ нашего телеканала и пообщались с ведущими. К слову, никакого языкового барьера. «С ними приезжал переводчик из Лаоса. Первый год он жил с ребятами три месяца. В этом году он уехал уже 24 сентября и сказал, что в моих услугах они не нуждаются. Ребята, которые второй год учатся, помогут им, и они очень быстро всё схватывают. И вообще он сказал, что они уже говорят на русском лучше, чем он сам». Сейчас гости из Лаоса изучают наши традиции, привыкают к местной еде, но иногда удивляют русских мальчишек своими экспериментами. Например, режут в кефир омлет или мажут хлеб кашей. Но вместе с тем мальчишки из азиатской страны нашли общий язык со сверстниками, учителями, наставниками и очень старательно грызут гранит науки. Вдруг и правда Уссурийское Суворовское училище станет хорошим стартом для успешной военной карьеры. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.